Старшиня Гомельского Абл-Ваканкама правил уходниках промой телефонной линии и прием грамадян. Причем люди не только огучивали уластные проблемы, але и выказывали коллективные просьбы. Наши корреспонденты с подробностями. Многие пытания, огученные подчас промой телефонной линии, выращаются оперативно. По доручении старшиней Абл-Ваканкама на место выезжают специалисты, які удокладняются усе нюансы. Больше складанами з'являются проблемы, які потребуют значных финансовых укладаний. На питание, який объект, все не необходный хойникам, шмат хтос гараджан отказывая. Бассейн. И приводить на корысть гэтой думки свои доводы. Наша Чернобыльская зона. А наши дети больные с калиозом, астехандрозом. Это первое лечение. Это бассейн. Могчимой крыницей, необходимых для будовництва сродков, может стать державная чернобыльская программа. Зараз у ее рамках у хойниках ведется капитальный ремонт хирургичного корпуса центральной районной больницы. Что тышится бассейна, то он может быть унесены у новую программу, реализация, якую пашнется у наступном годе. Старшиня облывыканкамы згодны. Гэтый объект тут саправды патрэбны. Але побудавать яго хутка немагчыма. Будем решать. Я всегда стараюсь свои слова держать. Все будет зависеть с метной стоимости. Мы прекрасно понимаем, что деньги... Ну, мы смотрим с аккумулиром что-то. Представник селянской фермерской господарки Игорь Праказу пришел до старшиня облывыканкамы с просьбой об допомозе у ворошенне некольких питаний, объединенных одной темой – поширения вытворчастей. Причем разговор идет не только об выделении земли для корма на рыхтоке, а и развитии у промышленных масштабах овечка гадоли. Для Гомельской области это относно новый вид деятельности. Планируем пока проехать в Ленинградскую область к нашему земляку, который вывел свою породу котумскую, мясного направления, побыть в него, посмотреть. Мы договорились с ним на встречу, хотя у него заявки на оцематку на два года вперед, стоимость тоже приличная их. Поэтому думаю, что мы все равно уговорим его и пару десятков мы туда привезем, конечно, овец. Ну и дальнейшее будем развивать. Размова с Игорем Праказовым протягивается больше, как полгодины. Выделение кредитных ресурсов для набития горуча смазочных материалов и минеральных удобрений, допомога в набитии техники – такая махчимость предуглеживается Державной Чернобыльской программой. Хоть только фермерскими справами размова не обмежовывается. Неколи наведовальник узначальвал в Ухойниском районе сельско-господарший комплекс и ему есть чем поделиться с губернатором. У свою чергу у Геннадия Соловья есть пропановый. Помощь мы гарантируем. Но разбазаривать государственные деньги по частному бизнесу я не хочу. Я вам скажу честно. За их мне не придется отвечать. Если у вас будет колхоз, который вы возьмете... У вас проверяет, если мы технику купили в лизинг, у нас ежегодно... Металлизинг – это одна тема. А я имею в виду шруб сегодня. Мы шрубу все подставляем плечом в пределах разумных. Он сегодня дает 30 литров на корову. Зарплата 1300. Нормально. Я первый раз на таких приемах после длительных различных времени. Мне понравилось. Общение с губернатором, я скажу, что продуктивно, по толку и так. Мне практически почти все вопросы мои удовлетворены. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко. Телерадиокомпания «Гомель» Схойников.